Всем доброго времени суток, вот только что выложили обновление, давайте с вами рассмотрим, что они добавили. В первую очередь, во-первых, визуальные изменения. Вот здесь добавили внизу подземелье для перехода вот сюда, для убийства босса и прохождения катакомб. Дальше поменяли вот это вот свойство, по-другому иконочка выглядит. Теперь переходим к тому, что добавили сюда. Я, как знал, утром выкупил старую лавку, купил там знак аристократа. Теперь они понизили стоимость знака аристократа до 120 тысяч и добавили не одну штуку, а целых три штуки. Также здесь понизили стоимость с 200 тысяч до 100 тысяч, добавили еще три штуки. Сюда добавили обычный ландшафт, который никому не нужен, тоже в магазин. Дальше здесь количество обезьянок увеличили до пяти фрагментов. И то же самое с кристаллитом Атлантиды. Так, ну остальное вот это вот оставили, алое золото все, ускорение все это было. В общем, теперь нужно прямо постоянно добывать, 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 потому что очень много теперь всего добавлено. И хорошо, что я успел. Вот я успел выкупить утром VIP и знаки аристократа. Получается, сейчас я еще раз куплю три штуки. Здорово, темп прироста знаков аристократа увеличится. Лавка золота. Здесь все без изменения. Стоимость золота такая же, вот 2700. Здесь ничего нового. Я не вижу ускорения. Все это было. Так, здесь ничего не поменяли. Вот магазин существа, древней гробницы. Больше стал ресурсов. Вот он, знак аристократа. То, что я вам говорил, добавили сюда целых два. Больше VIP-очков стало. Так, а сколько это все... Ага, и теперь это все стоит 1339. Было 1170, все предметы. То есть вот знак аристократа, целых две штуки добавили. Отлично. И давайте посмотрим, работает ли функция просмотра поместья. По идее, это в настройках игры должно быть. Ну, я имею в виду настройки посещения. Указывать или запретить. Вот. Кто угодно стоит. Кто может делиться планировкой вашего поместья. Так. Ну, к примеру, давайте посмотрим, как это работает. Зайдя вот сюда. Посетить поместье. Оп. О, как. Туман. Идет такая долгая загрузка. Ничего себе. Так устанешь ждать. Да, вот здесь неплохо так все украшено. Смотрите, обезьянка здесь стоит и не может пошевелиться по этому. А так она обычно ходит по территории участка. Кстати, это гениально она сделала. Итак, зашел я, значит, в игру ровно при обновлении. И нам добавили бутик. То есть не сразу, а на следующий день. Значит, что здесь можно менять? Фрагменты героев. Вот, например, джинши. К сожалению, у меня здесь всего лишь пять ее фрагментов. Потому что я тогда менял давно. Видимо, не надо было это делать. Ну, ладно. Здесь вот тоже меняются все фрагменты лишние. Это вот по героям. Далее обменял свитки все. Ну, здесь по 400 можно было поменять. И обратите внимание, что вот здесь вот все выкуплено. Здесь еще осталось определенное количество. То есть бутик – это временная акция. Вот еще шесть дней она будет здесь. Все, что можно было, обменял. Даже вот эти вот из магазина существа. Здесь они сделали вот то же самое, что в Stormshot. Только вот как дню благодарения. Но обратите внимание, что теперь наконец-то опять стоимость типического сундука снижена до 10 долларов. Было 20 долларов. Видимо, они это прислушались к тому, что вот почему в MIST континент так, а в других играх стоит 10 долларов первый сундук. Далее. Значит, что еще? Так. Вот это событие опять-таки у нас идет на сбор этих вот листочков осенних. То же самое, что было с обманками. Кленовый лист, вот, да. Награды здесь будут, опять же, вот топ донатеров по всем королевствам. Мы сюда не попадем. Самое главное, что нужно здесь купить, это вот… Сколько это выходит, давайте посмотрим. 3025 звонков аристократа. Нет, в первую очередь вот это вот покупаем. Это изысканный ландшафт сразу же. И мы можем его прокачать. Мы не открываем ни на кавалерию, ничего. Мы сейчас сконцентрированы только на прокачке для дальнего боя. Так, вот это как-то очень дорого. 4500, 30 всего всяков найма. Здесь вот, 25 этих, вот это выгоднее. Ну, в первую очередь, в первую очередь, это, конечно же, знаки аристократа. Потом мы покупаем… Так, сколько? 25 сундуков, 25 вот этих вот фрагментов. Вот, и остается у нас теперь, даже не знаю, знаки, если так надо, не хочется. Вот это вот, вот эти сундучки. Пока что 11. Ну, обидно, что вот именно дженшил, у меня было 10 тысяч фрагментов. Я мог поменять сколько здесь? А, всего лишь 100 раз. Вот, но у меня 5 фрагментов ее. Все остальное мы, видимо, они будут как-то это обновлять, здесь этот обмен. И ежедневно, возможно, добавлять, и мы также будем скупать. Ну, вот это вот круто, что вот эти донатные вещи две добавили. Это значит, что я не буду подключать подписку, я сэкономлю деньги свои. Дальше, что еще? Это вот, значит, добавили 14-дневный вход. Дальше, у меня как раз-таки здесь было 100 алмазок. Алмазов очень выгодное предложение, что это такое? Ага, это вот, стяки найма, вот такая вероятность. Такого у нас еще не было в игре. Давайте посмотрим. Сумка удачи сейчас. Так. Сумка удачи. Ну-ка, как это выглядит, посмотрим. Сразу же открываем сейчас знаки аристократа. Сравню количество. О, 254 у нас есть. Значит, открываем 25 и смотрим сейчас. Так. 25, вот так. Все, нормально, 279, хорошо. Далее, давайте посмотрим, что это за новая такая вещь. Так, хорошо. Ну, это радует, что они сделали за 1000 первый сундук, а то был бы прям грабеж был. Многие внимательно это обратили. Так, давайте вот этот, что у нас здесь, как это выглядит, где это находится. Вот у нас 17500 знаков аристократа. Где этот волшебный сундук? Тут еще какое-то забаговано появилось количество свитков и, типа, шестеренка такая, ну, деталька, видите? А, вот это где. Смотрим. 60 дали. Неплохо. Так вот, какие еще нововведения? Кроме этого бутика. Если кратко, то прокачали награды за КВК в целом. То есть, давайте сейчас посмотрим. Вот. Здесь добавили, это вот из знака аристократа, также сундучки. Ну, такое, чуть-чуть совсем добавили. Пять штук там, для тех, кто не очень сильный. Ну, мелочь там приятная, как говорится. Но проблема в том, что они ничего не добавили вот в этот магазин. Как и было, так и осталось. Здесь все. Старые свитки, демоноборцы ненужные. Также они добавили награды за общее количество очков на этапе битвы. От 100 миллионов, видите, появляется этот донатный ландшафт. Вот. 100-400 миллионов. Максимум. Чтобы сейчас получить на данном этапе игры 400 миллионов, нужно прям всю армию уничтожить. Далее. Значит, все, мы эту подписку не покупаем сейчас. Вот это вот. Потому что нам дали две части. Мы можем прокачать. У нас получается вот либо мельницу. Что он дает на дальний бой. То есть у нас сейчас только два предмета на дальний бой. И если бы существовал третий, именно на атаку дальнего боя. Если бы существовал третий предмет, то я бы сейчас его открыл. Но вот до сих пор девять, видите. Атака пехоты, атака кавалерии здесь. Поэтому мы опять же качаем дальний бой. Но так как у нас сейчас все строители заняты, А вот для этого лучше нужно свободное очередь строительства. То просто пока вот эти вот две вещи будем держать закрытыми. Почему? Потому что, как я говорил в прошлом видео, мы ориентируемся вот на это. Вот в этот раз они решили дать, опять же, на выбор здесь награду. Но семидневная, которая была, там нельзя было выбрать. Скорее всего, так же будет и в следующий раз. Семидневную нельзя будет выбрать. Вот визуально это вот обновили небесную сферу. Приятно выглядит, да. Вот так теперь даже так комфортно стало выполнять здание здесь. Так что, ребята, вот такие вот незначительные довольные заменения. Ну, хорошо хоть, что они идут по направлению к обмену, к утилизации ненужных вещей. Хорошо, что они об этом хотя бы задумались, разработчики. И будем надеяться, что этот тренд только увеличится, и они будут больше таких плюшек добавлять, чтобы могли менять все ненужное на такие вот самые последние новые свитки или предметы необходимые. Конечно, маловато вот то, что сейчас есть. Все, ребята, всем огромное спасибо за просмотр. Такое получилось видео с обзора обновления. Всем пока!